Итак, всем привет! Сегодняшнее видео будет называться What is in my bag? Ну, на русском, конечно же, что в моей сумке? Это видео уже очень, я думаю, настолько много раз его ставили теги, и кто снимал видео на эту тему, как иностранные блогерши, так и наши русские, вот теперь я решила, в общем, снять такое же. Сумочка, знаешь, у меня вот такая вот, точнее, это не сумочка, а рюкзачок, такой черненький, прошитый, типа кожаный, на таких милых лямочках с цепочкой, не знаю, мне очень напоминает этот рюкзачок, такой стиль каких-то легендарных сумочек Шанель, что-то есть, наверное, что-то в такой прошивке ромбиком, и вот в таких ручках что-то в этом есть, да. Это рюкзачок из Бершки, купила я его, возможно, где-то месяц назад, даже, наверное, поменьше, перед Новым Годом. Мне он очень-очень нравится, хоть он такой маленький, но он очень-очень-очень вместительный. Есть такие вот кармашки сбоку, но я их почему-то еще не использовала. В общем, ладно, перейдем к самому видео, и я расскажу, что там, что ношу с собой, на работу, и вообще в повседневной жизни, что у меня всегда лежит в этом рюкзачке. Итак, первое, 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 с чем бы начать, у меня лежит вот такая вот записная книжечка, точнее, это не записная книжка, это даже еженедельник. Еженедельник, насколько возможно вы знаете, это такие вот горизонтальные книжечки, где можно писать, планировать какие-то свои дела, вот так там разделен он, такой понедельник, который у меня всегда четверг. В общем, очень удобная вещь, я использую ее, чтобы записывать своих клиентов, там накрашивание, на стрижки, наращивание, ну, в общем, я же парикмахер, да, вы знаете, очень удобно на самом деле, пишу время там во сколько, что именно, ну и помимо работы я тоже, бывает, пишу там что-нибудь не забыть делать это, купить там, например, то, позвонить туда-то, очень хорошая, удобная вещь, я вам советую, если вы особенно какой-то деловой человек, то эта вещь для вас будет находкой, так скажем. Дальше идет мой паспорт, вот такой он у меня Love Is, и с одной и с другой стороны Love Is, покупала я такой чехольчик в Питере, когда мы ездили в Питер с Валерой за прошлым летом, в каком-то магазинчике сувениров, не знаю, мне он очень нравится, он такой веселый, девчачий, и с любимой жвачкой 90-х годов, наверное, как-то так. Сейчас, конечно, тоже Love Is продает, но это уже какая-то такая подделочка, так скажем, какой-то кисловатый вкус, совершенно фу-фу-фу, не люблю, но это вот как воспоминания о детстве, так скажем, теплые и приятные. Также в моей сумочке лежит у меня крем для рук, без него никуда, особенно сейчас зима, нужно постоянно мазать свои руки кремом, увлажнять кутикул какими-то маслами, потому что, если я не буду всего этого делать, пальчики будут похожи на пальчики какой-то старушоночки, кожа будет очень сухая, потрескавшаяся, поэтому крем, кстати, у меня с манго и с папайей, от фирмы I Love, хотя подобная фирма есть, называется как-то Philosophy, у них очень похожая на самом деле упаковочка. Пахнет просто обалденно, манго и папайя, очень приятный сладкий запах. Также в моей сумочке есть еще один крем, это вот такая вот совушка голубая, мне тяжело вспомнить какая-то фирма, по-моему, это Etude House, это корейская фирма косметики, вот такая милая сова, у которой откручивается головушка, да, откручивается головушка, и там уже сам крем. Пахнет такими какими-то стандартными детскими кремами, приятный, ненавязчивый, легкий запах, нейтральный даже, я бы сказала, и очень милая упаковочка. Конечно же, будет очень жалко выкидывать, мне кажется. Я пущу на хранение каких-нибудь сережек гвоздиков, каких-нибудь маленьких бусинах, в общем, такая вот милость. Следующее, что находится в моей сумке, это вот такой бальзам для губ, тоже, кстати, Etude House фирма, с ароматом персика, как будто прям вот выдавили персик сюда, его сюда запихали, и это все так классно пахнет. Такая милая пандочка есть написана, написано Hug Me, то есть обними меня, очень мило. Пользуюсь я уже давно этим бальзамом, наверное, год точно. Я от него в восторге, он шикарно увлажняет губы и продает красивый блеск. Да. Дальше, в моей сумке, дальше, дальше. Вот такое вот карманное зеркальце, открывается оно вот так, вот такое оно маленькое. Можно поправить макияж, посмотреть, что там на голове у вас делается. Кстати, да, вот я как раз посмотрела, но на голове у меня все так себе. Зато оно такое позитивное, очень милое, девчачье. Когда я увидела это зеркальце, я просто была вся в умилении. Кстати, я его купила в магазине Bath & Boy Works. Мне оно очень нравится, такой милый смайлик. Такой вот тут дожал, но эти, кстати, есть, да. В общем, вот такая очень приятная вещь. Я ее очень часто ношу с собой. Мне кажется, я еще одно зеркальце любим, но это я люблю намного больше. Дальше. Дальше в моей сумке вот такая вот штучка. Я не знаю, как сказать. Наверное, кардхолдер, все дела. Чтобы хранить, в общем, свои карточки. Там какие-то скидочные, накопительные, банковские. В общем, все, что вам душа пожелает, хоть визитки свои туда запихайте. Да, кстати, мне попался этот кардхолдер в журнале Glamour. Где-то около года назад. Здесь вот сзади написано Glamour. Очень нужная вещь на самом деле. Дальше. Что у меня здесь? Еще у меня в сумке есть моя любимая пудра Vivienne Sabo. Она у меня, скажем таки, бывалая. Беру я не первый раз уже этот оттенок. Она у меня такая покоцанная, временем маленечко подубитая. Надпись здесь стирается. Это самый светлый оттенок 01. Я ее таскаю с собой. С утра там припудрюсь, вечером припудрюсь. В общем, вещь отличная. Очень халявная по цене эта пудра. Мне она очень нравится на самом-то деле. Она просто идеальная для меня, я бы сказала так. Возможно, я найду что-то идеальнее еще. Но пока что мой выбор, это она. Дальше в моей сумке лежит у меня блеск для губ. Это фирма Divash. Называется Kiss Me. Кстати, это новый выпуск, по-моему, у них. Да, тут он нарисовал. Он такой, что похож на коровье сердечко. Нежный-нежный цвет. Оттенок 01. Кстати, тоже как пудра, тоже 01, так и блеск для губ. Тоже 01 оттенок. Нежный, такой бледно-розовенький, с маленькими-маленькими блесточками. Еле заметными, еле проступающими. Очень такой девчачий, повседневный вариант, я думаю, блеска для губ. Он какой-то не яркий, не какой-то там, не чересчур блестящий. Именно то, что надо. Осталось тут не особо много всего, но все-таки осталось. Вот такая вот появилась у меня вещь. Это матирующие салфеточки. Фирма Catrice. В пачке здесь их 50, что ли, штук. Не знаю, я беру матирующие салфетки вообще первый раз. И я могу сказать, что мне понравилось. Там смысл в том, что берешь бумажку, прижимаешь к месту, где маленечко у тебя выступил жирный блеск. И салфеточка все в себя впитывает, и у тебя это место опять-таки нормальное, матовое и не блестит. Так, еще в моей сумке у меня есть моя в последнее время, наверное, любимая тушь. Это Essence, Eye of Extreme она называется, Crazy Volume Mascara. Вот такой вот милый розовый тюбик. Не знаю, зачем я ее ношу с собой. Точнее, наверное, знаю. Я ее ношу с собой, когда перед работой я не успеваю покрасить ресницы. Я бегу на работу, и на работе я это по-быстренькому вот так вот как-то делаю. И все, все у меня хорошо. Ах, да, у меня тут лежат еще таблетки. Нурофен. Знаете, от любых бед скушать нурофен в первый раз полезно. Ну и, по-моему, последнее, что у меня здесь лежит, это мои наушнички. Я не сказать, что очень слушаю музыку, часто, конечно, но бывает, когда я, например, еду в Москву или куда-нибудь подальше, в другой конец города, что у меня есть время больше, чем 15 минут поехать в автобусе, тогда, естественно, я не откажусь от того, чтобы послушать музыку на телефоне. Поэтому я таскаю с собой свои наушники. Ну, они сейчас так аккуратно сложены, конечно. Обычно это все так перемешано, что потом их фиг распутаешь. Думаю, многие с тобой таскают наушники, на самом деле слушают. На этом вроде бы все. А нет, не все. Еще у меня лежат вот такие духи у себя в сумке. Это Вера Ланг, называется Rock Princess. У меня есть эти духи и просто принцесс обычные, а вот эти Rock Princess, они более терпкие, более такой насыщенный аромат. И он, даже не знаю, как выразиться, но он прям действительно какой-то более темный, в отличие от самых оригинальных и обычных. Мне они нравятся, да. Иногда в процессе дня можно подбрызнуться и глухать. Итак, последнее, о чем я забыла вам показать. Я совершенно случайно это нашла на самом дне своей сумки. Это что-то очень мягенькое и тепленькое. Это вот такая вот штучка. Как тебя зовут, милый комочек? Милый комочек очень сонный. Надо положить его обратно. Итак, все. Скажи всем пока. Пока. Все, всем спасибо, кто посмотрел это видео. И до скорых встреч. Встретимся на моем канале. И этот милый комочек тоже желает вам. Хорошей недельки вам всем. До свидания, малыши. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...